Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорьев, это канал Футбола до Жизни. Итак, закончилась у нас рубрика «Футболисты через 5 лет». И давайте закончим теперь и рубрику «Лиги через 5 лет». У нас осталось буквально 3 выпуска «Лиги через 5 лет», так что подписывайтесь на канал, чтобы их не пропускать. И сегодня на очереди у нас итальянская серия А. Итак, давайте разберем быстренько по составу. На воротах Самирхан Данович и Войцех Счестны. Слева в защите это Александр и Александр Каларов. В центре обороны это Джорджи Келлини, Калиду Кулебали, Мехедим Бинатия и Милан Шкринер. Ну и справа в защите это Флоренци и Жоа Концелло. В центре поля это Миралем Пьянич, Паула Дибала и Раджана Ингалан. Блейз Матюди, Сами Хедира и Сергей Миленкович Савич. Слева в нападении это Лоренци Инсини, Дуглас Коста и Иван Перешич. В центре нападения Крещано Роналдо и Дрис Мертенс. Ну и справа в нападении это Хуан Куадрадо и Хосе Калихон. Ну что ж, давайте посмотрим, как уже изменится наша команда через сезон. Закончился первый сезон за нашу итальянскую команду и, к сожалению, она заняла только вторую строчку. Суперкубок Италии выиграл... Мы выиграли Суперкубок Италии. Также выиграли Кубок Италии. Лигу чемпионов, к сожалению, выиграл Мадридский Реал, но мы все-таки дошли до финала. Лигу Европы выиграл Челси в финале, обыграв Милан. Больше всего матч сыграл Александр Флоренция, Раджана Ингалан и Александра. Лучшим бомбардиром этого сезона стал Паула Дибала, 24 забитых мяча. Он же и стал лучшим ассистентом, 12 голевых передач. Ну и Крещано Роналдо отыграл больше всех других игроков на сухо 24 матча. Сергей Миленкович Савич является самым молодым нашим игроком, ему 23 года. Ну а Самир Ханданович самым возрастным, 33 года, так же как у Джорджа Келлини и у Крещано Роналдо. Самый минимальный рейтинг в нашей команде это у Александра Каларова, рейтинг 80. Ну а самый высокорейтинговый это Крещано Роналдо и Паула Дибала по 92. Больше всех за сезон прибавили Паула Дибала и Сергей Миленкович Савич по плюс 3. Ну и больше всех потеряли за сезон это Крещано Роналдо, Дрис Мертенс и Джорджа Келлини, минус 2. Александр Каларов является самым дешевым нашим игроком, 9,5 миллионов. Ну и Паула Дибала самый дорогой, 124,5 миллиона. Закончился второй сезон за нашу итальянскую команду и наконец-то мы стали чемпионами Италии. Суперкубок снова за нами. Кубок Италии мы тоже выиграли. Суперкубок Европы выиграл Мадридский Реал, обыграв Челси со счетом 2-1. Лигу чемпионов выиграла Бавария, обыграв по пенальти Манчестер Юнайтед. Мы, к сожалению, вылетели в четверть в финале от Челси по выездным голам. Лигу Европы выиграла Монако, обыграв Болоню со счетом 3-1. Больше всех матчей за сезон провел Крещано Роналдо, 54 игры. Второй сезон подряд Паула Дибала становится лучшим бомбардиром, 29 мяча за сезон. Сергей Милинкович Савич стал лучшим ассистентом, 16 голевых передач. Больше всего сухих матчей у Паула Дибала, 24. Самый минимальный рейтинг в нашей команде у Александра Каларова, 78. Ну и самый максимальный у Паула Дибала, 94. Больше всех за сезон прибавил Сергей Милинкович Савич, плюс 3. Ну и больше всех потеряли Крещано Роналдо и Джорджи Кельми, по минус 3. Самая минимальная стоимость в нашем клубе у Александра Каларова, 5,5 миллионов евро. Ну и самый дорогой это Паула Дибала, 133,5 миллиона. Закончился третий сезон и Ювентус стал чемпионом. Суперкубок Италии снова за нами. Кубок Италии тоже выиграли мы. Суперкубок Европы выиграла Бавария, обыграв в финале Монако со счетом 2-0. Лигу чемпионов снова выиграла Бавария, но теперь уже по пенальти, обыграв Барселону со счетом 5-4. Ювентус вылетел в четверть финале от Барселоны со счетом 3-2. Лигу Европы выиграл Интер, обыграв Ливерпуль со счетом 2-0. Больше всего матчей провели в войсах Чесны и Сергей Милинкович Савич. Паула Дибала третий сезон подряд становится лучшим бомбардиром в клубе. В этом сезоне он же становится лучшим ассистентом. При Александру Флоренции и Паула Дибала наш клуб меньше всего пропускал. Самый низкий рейтинг в нашей команде у Александра Каларова 75. Ну и самый высокий у Паула Дибала 94. Больше всех за сезон убавилось у Крещана Роналда и у Джорджа Келлини минус 4. Ну и больше всех за сезон прибавили Жоа Концело и Милан Шкринер плюс 2. Александр Каларов самый дешевый игрок в нашем клубе 3,7 миллионов евро. Ну а самым дорогим является Паула Дибала 132 миллиона. Ну и Александр Каларов заканчивает свою карьеру в возрасте 34 лет с рейтингом 75. Закончится четвертый сезон за Ювентус и мы заняли третью строчку. Суперкубок Италии мы к сожалению проиграли. Также чемпионат Италии выиграла Рома обыграв Интер мы вылетели в полуфинале от Интера. Суперкубок Европы выиграла Бавария обыграв Интер со счетом 2-1. Лигу чемпионов выиграл ПСЖ обыграв финале Тоттенхэм со счетом 2-1. Ювентус вылетел в четверть финале от Тоттенхэма со счетом 5-2. Лигу Европы выиграл Челси обыграв финале Спартак по пенальти со счетом 4-3. Больше всего матча за сезон провел Паула Дибала 53 игры. Он же стал лучшим бомбардиром 29 забитых мячей. Александр Флоренцо и Паула Дибала отдали по 9 голевым передачам. 20 сухих матчей отыграл Паула Дибала. Самый минимальный рейтинг в нашей команде у Хосе Калихона 75. Ну и также все до сих пор максимально у Паула Дибала 94. Больше всех за сезон потерял Самир Ханданович и Кришнин Ронелдо минус 4. Ну и больше всех за сезон прибавил Эдежо Аканцело плюс 1. Хосе Калихон самый дешевый игрок в нашем составе 6 миллионов. Ну и Паула Дибала самый дорогой 128 с половиной миллионов. Ну и Самир Ханданович в возрасте 36 лет и с рейтингом 79 заканчивает свою карьеру. Также Хосе Калихон в возрасте 34 лет заканчивает карьеру с рейтингом 75. Итак, закончился последний пятый сезон и Ювентус стал чемпионом Италии. Кубок Италии выиграл Ювентус. Суперкубок Европы выиграл Челси, обыграв в финале ПСЖ со счетом 2-1. Лигу чемпионов выиграл Атлетико Мадрид, обыграв в финале Манчези Сиди со счетом 2-0. Ювентус улетел в четверть финале от Баварии со счетом 2-1. Лигу Европы выиграл Манчези Ренетико Мадрид, обыграв в финале Арсенал со счетом 2-1. Ну что же, больше всего матчей сыграло Джану Луиджи Донарума и Паула Дибала. Лучшим бомбардиром этого сезона стал Лоренцо Инсини. И также он стал лучшим ассистентом. Кто как не он должен был отыграть больше всех сухих матчей. Джану Луиджи Донарума 17 сухих матчей. Ну и в концовке нашей карьеры Джану Луиджи Донарума самый молодой игрок нашего состава 23 года. Ну а самый возрастной это Джорджи Келлини и Криштиан Роналдо 37 лет. Самый максимальный рейтинг нашей команде это у Паула Дибала 94. Самый минимальный у Джорджи Келлини 73. Больше всех за сезон прибавили наши голкиперы. Это Джану Луиджи Донарума и Мати Аперин по плюс 1. Ну и больше всех ушли в минус. Это Джорджи Келлини, Раджан Ингалан и Криштиан Роналдо минус 4. Джорджи Келлини стал самым дешевым нашим игроком 4,6 миллиона. Ну а самым дорогим Паула Дибала 124,5 миллиона. Ну что же друзья, большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на группу ВКонтакте. С вами был Андрей Хорев и канал Флут Болота Жизнь. До новых встреч друзья, до свидания.